Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Прыгающий мальчик Ваня с вами тоже поздоровался. У нас сегодня ежедневный влог. Сейчас планируем с Ванькой сходить в магазин Zell Gross. У нас недавно открылся. Это сеть Cash and Carry, ну, типа магазин метро. Ну, конечно, там ассортимент... Ожидала я большего от магазина, но нам надо купить мясо. Хочу сегодня приготовить первое. И, честно говоря, как всегда, теряюсь, не зная, что. Потому что обычно всегда варю я куриный супчик. Ваня очень любит борщик. Вот сейчас, в общем, посмотрим, что там будет по мясу и определимся. Ну, и, соответственно, вас приглашаю тоже вместе с нами. Посмотрим, что там есть интересное. Такой вот магазин. Очень большой магазин. Ну, как очень большой, а шан больше, чем Zell Gross. Просто Zell Gross нам ближе. И здесь есть консервы, которые ест Дашка. Во всяком случае, были в прошлый раз. Какой вискос нашли-то? Ну, здрасте. Вискос Дашка вообще никогда уже не ела. А вот этот вот мнямс, она ест на ура. И он здесь, слава богу, ест. Потому что не знаешь, чем кормить кошку. Она с утра просит, а тебе нечего ей дать. Вот полотенчики здесь тоже продаются. И вот то, о чем я говорила, допустим, в Турции состав. Ну, вот это, может быть, конечно, просто не те. Давайте посмотрим получше какое-нибудь качество. Вот уже махровое полотенце. Но тоже состав абсолютно другой. Не такой, как вот турецкий. 776 рублей стоит. 70 на 130. Потому что я поняла, что я уже очень давно у нас не покупала полотенце. Так, а вот они простыни на резинке. Вот эти простыни мне очень нравятся, что они не скатываются. Это 90 на 200. 90 на 200, 456 рублей. Мы поедем в Окею. Я хочу посмотреть, сколько там стоит. Смотри, фиксики в большой секрет. Ух ты! А что ж там, интересно, где фиксики нарисованы? На пододеяльнике, что ли? Тебе потом возьмем такой, да? А я, в общем-то, давно очень хочу себе купить вот такую вот вафельницу. Здесь Redmond. Ну, я думаю, что здесь, наверное, не очень выгодно ее покупать. Я посмотрю, хотя здесь написано «Акция 2600». В интернете посмотрим. Это вот такие вот для тостов. Но я вот эти вот вафли... До чего ж в Турции делали вот потрясающие вафли? Они настолько были вкусные, что я прям вот загорелась купить. И вот эти вот мои любимые вафли с детства. Но это вот все панели продаются отдельно. Вот к этому мультипекарю. То есть нужно купить этот вот агрегат и к нему покупать уже панели, какие вы хотите. Вон, делать даже, вон, орешница есть. В общем, что угодно. Гриль с семейным. Ну, в общем-то, техники здесь в магазине не так много. О, соковыжималка. 802 рубля. Ну, вот эти вот, сколько мы не покупали вот разных фирм, каких только не покупали, в итоге там что-то ломается, и они не работают. Ну, уже тут штук 5 точно у нас вышло из строя. Не знаю, с чем связано. Может быть, какие-то есть получше фирмы. А вот такую продукцию я еще не видела. Смотри, Вань, какие бургеры продаются готовые. Только разогрейте. И смотри, есть отдельно котлеты для бургеров. Может, возьмем, пожарим, попробуем. Ну, что с ними делать-то надо, интересно. Ну, нет, не могу. Ты не хочешь? Да нет, ты же не любишь все, что там внутри. Возьмем специально вот такие булочки. Они наверняка здесь продаются. Я просто пытаюсь понять, что здесь, как готовить. Это жарить надо или разогревать? Хранить при температуре. А, вот, на сковороде 9 минут жарить. Ваня не может пройти мимо яиц шоколадных. Сейчас, кстати, видишь, серия этих Барбоскиных идет? Или это не Барбоскины? Это... А, это какие-то эти... Суперсемейка. Суперсемейка? Ну, что, ты вот эту берешь? Это яиц не... Ну, бери. Даже есть полупустые какие-то полки. Смотрю, тут где была акция. Прям все разобрано. Шоколад горький 99 рублей. Коммунарка. Ну, я, кстати, шоколад не так сильно люблю. Знаю, что вот этот вот вкусный шоколад. Тоже 99 рублей со скидкой. И вот этот вот вкусный шоколад. С апельсином. С орешками. 99 рублей. Вань, ну, у них здесь специальные погрузчики есть. Они на погрузчиках достают. Возьму шоколадку, возьму. Не устояла. Мы сейчас с вами, кстати, мне кто вчера писал, что про чернослив и курагу, что дорогие цены на рынке. Мы сейчас с вами посмотрим, сколько здесь стоит в магазине. Ну, считается, что это вроде как не самый дорогой магазин. Сколько стоит курага и чернослив здесь? Рекистация в 2 часа. В 2 часа? Колбаску можно попробовать. Вот этот вот, то, что девушка сейчас так агрессивна, что ей нужно самой сфотографироваться с этой витриной. В общем, ничего не рассказала, но у нее, видимо, еще не началась смена. И вот они, вот эти вот сосиски в продаже. Там их немного, всего 8 штук с добавлением витаминов. 129 рублей за пачку. В пачке 300 грамм. 330 грамм. Ну, где-то я посчитала, так, 390 рублей стоят за килограмм. В принципе, должны быть неплохие. Возьмем с вами попробуем. Он у меня клянчит уже шоколадку попробовать. Так, а вот огурчики. Смотрите, смотрите, свежие огурчики стоят 59 рублей. Конечно, мы возьмем свежие. Возьмем укроп. И сами их дома сделаем малосольными. Тем более, это все настолько просто делается. Так, вот идем с вами в отдел с черносливом, с курагой. Кто мне писал, что дорого. Вот, допустим, чернослив у нас продается. 179 рублей за 200 грамм. То есть, за 100 грамм получается 80 рублей. И за килограмм 800 рублей. Кто писал, что 300 рублей дорого, посчитайте сами. Здесь тоже, допустим, курага. Ну, 179 рублей за 200 грамм. Тут 200 грамм. То есть, 80 рублей 100 грамм. Килограмм 800 рублей кураги. Что? Сейчас найдем булочку, Вань. Вот чернослив 180 грамм. Стоит 99 рублей. Этот чернослив подешевле. Но он, вот смотрите, вот не видно здесь, освещает. Очень-очень мелкий. Вот курага 209 рублей. За 234 грамма. Тоже считайте, значит, за 100 грамм где-то 100 рублей. Вообще 1000 рублей получается курага. Поэтому на оптовом рынке, в принципе, цена была неплохая за курагу. Так, а вот говядина. Нам надо выбрать какой-то кусочек для борща. Потому что сегодня я хочу сварить борщ. На борщ нам нужна грудинка. Грудинка вот 339 рублей стоит. Шея 429. Гуляш 559. Вон такая грудинка 374 рубля. Взе угроз очень большой выбор вин. Вин причем очень удобно подписано. Сверху вот Португалия, Испания, вот Грузия прямо перед нами. Оксана мне привозила с Грузии вино. Хочется сейчас немножечко сравнить. Я помню, что Оксана снимала, когда ей сказали, что Марани хорошая фирма. Вот она здесь, Марани. 799 рублей по акции. Вот я не помню, но Оксана не видела пересмотреть, сколько в Грузии стоили эти вина. А вообще вот чуть прямо одни сплошные какие-то новинки. Итак, наш нехитрый набор покупок из Дельгроса. Ну, ходила я в основном, чтобы купить Дашке еду. И... Мам, прошу меня. И что? Как ты раздеваешься, показать? И мясо мне надо было купить. Мясо, конечно, я могла на оптовом рынке купить, но... Что-то как-то мне у них там качество не очень... Не то, что качество, в общем. Ну, в общем, не беру я там мясо. Не знаю почему. Раньше брала, сейчас что-то разочаровалась. Итак, сейчас хочу Ванюшке пожарить вот эти котлеты. Мне интересно просто, как они выглядят. Я никогда покупные котлеты не беру. Делаю сама. Но он мои не любит котлеты. Как-то он их ест без энтузиазма. А здесь, смотрите, каждая, причем, котлетка, она в пакетике. Вань, может быть, тогда тебе просто одну пожарить? Вон у тебя на вся твоей одежде лежит. В общем, пришли, поставила я мясо вариться, бульон. Это будет полтора часа вариться. И вот так вот котлетки Ваня жарю. Написано две стороны с одной... Две минуты с одной стороны, две минуты с другой стороны. Но что-то они как-то потемнели. Вот так вот выглядит смесь для борща. Здесь уже, смотрите, и лук даже в составе, и морковка, и картошка. В общем, неохота мне сегодня заморачиваться с закупкой всех этих ингредиентов. А решила вот так вот взять, ну, посмотрим, перед использованием ополаскивать. Ополаскивать. Ну, в общем, посмотрим, что у нас из всего. Сегодня вот из этого получится. Что касается приготовления малосольных огурцов, то я делаю так. У меня тут килограмм огурцов, укроп, пучок укропа и четыре дольки чеснока. У огурчиков я отрезаю жопки, чтобы лучше солью они пропитались. Беру обычную, сейчас скажете рекламу. Лучше, если это будет минеральная вода. Но у меня вода минеральной нету воды. Поэтому я залью вот такой вот обычной из бутылки. Из-под крана не рискну, вот так вот, чтобы они все покрылись водичкой огурчики. Все, закрою сейчас все это дело крышечкой. И в холодильник до вечера, сейчас у нас обеденное время, до вечера они у нас уже приготовятся. Потом снимем с вами пробу. Ну и что у нас получилось? Вот такие вот две котлетки я пожарила от Мироторга. Сейчас у нас Ваня снимет пробу, разрезаем булочку. Он не любит ни с чем, не любит никакие добавки, там ни огурцы, ни листья салата. Тоже с водой. Сейчас попробует, расскажет, какая котлета. Котлета-то тебе попалась или нет? Вкусная, невкусная? Как у бабушки. Как у бабушки? Ну-ка еще раз, мне кажется, толком и не попробовала. Сочная? А в Турции ты ела эти бургеры? Где котлеты вкуснее? И тут, и тут, и там, и тут. У меня молодец, Ваня, у нас дипломат. И у него кто-то иногда спрашивает там, Вань, ты кого больше любишь? Он говорит, и того, и того одинаково. Молодец, он всегда так. Вань, что красивее? И то, и то красиво. Ладно, приятного аппетита. Спасибо. Итак, смотрите, принесла домой вот этот вот набор. Юлия Борисовна Гиппенрейтер. Господи ты, боже мой, не выговоришь фамилию. В общем, смысл в чем? Это как обычное лото. Есть здесь вот такие вот карточки. Я, конечно, еще до конца не разобралась. Но вот здесь нужно вырезать к этим карточкам. прилагается книжка, и вот они, то есть чувства, эмоции. Сочувствуют, жалеют, утешают, досадно, обижаются, огорчают. То есть, чтобы ребенок мог для себя выяснять отличия между вот этими вот всеми проявлениями эмоций. То есть, завидуют, стесняются, боятся сказать правду. И нужно вытягивать вот отсюда вот эту карточку, когда я их разрежу. Ваня, подожди. И вот здесь вот искать ответ на этих картинках. Я так понимаю. Ну, в общем, это мы еще конкретно разберемся. И вот такие вот еще, помимо этого, здесь карточки. Их тоже нужно вот вытягивать. Ну, вот, допустим, вытянула. Лена хочет произвести впечатление своими парадными туфельками. Вань, ну куда? Ну, давай, сам тогда дочитывай. Лена хочет произвести впечатление своими парадными туфельками. Дальше. Ну, дальше читай. Вопрос. Хочешь ли ты иногда произвести... Ну, хочешь ли ты иногда произвести впечатление и чем? То есть, хочешь... Она хочет произвести впечатление туфельками, чтобы на нее все посмотрели и им понравились ее туфельки. А у тебя бывает такое, что ты хочешь одеть какую-то красивую одежду и чтобы вот на тебя все посмотрели и сказали, какая у Вани там красивая кепка или футболка, или как мы с тобой купили блестящую тебе футболку? Я сейчас приду. Ну, хотя ладно. Ну, моими турецкими... По-моему, мы это снимали, как мы эти кроссовки покупали, которые свечащие. А, тебе хотелось. Ты хотела ходить, чтобы на тебя все смотрели, что они у тебя светятся, или тебе хотелось все-таки самому наслаждаться этими кроссовками? Вот что первостепенно? Самому. Самому и чтобы все-таки остальные тоже смотрели, да? Ну, ладно. Давай следующую. На свой вкус тени. Уже вытяну. Так, Маше досадно, что девочки не берут ее в свою компанию. Отчего тебе бывает досадно? Видишь, какая ситуация? Девочки играют четверо, а она одна в сторонке, ее в игру не принимают. И ей... И сестры трое. Ну, трое. И ей досадно. То есть она тоже хочет с ними играть, а ее не берут в игру. Ты испытывала такое чувство? Ну, да. Ну, когда помощь мой плавал в ладону, ну, я подружился с другими, и они не хотели уже со мной играть под конец. И тебе было досадно и обидно, да? И ты не понимал, в чем дело, почему они с тобой перестали играть. Да? А почему ты не подошел и не спросил, ну, ребят, почему вы меня не принимаете в игру? Не знаю. Потому что стеснялся? Да? Тебе неудобно было так напрямую подойти и спросить? Ну, потому что, Ванька, надо все словами проговаривать, проговаривать все ситуации, проговаривать словами. Ну, по крайней мере, ты знаешь, что такое досада и обида, правда? Мы же люди, у нас чувства. Ну, в общем-то, я, конечно, не психолог. А, это мы уже считали. Я не психолог, но здесь вот много таких карточек. Андрей очень удивился. Да, обнаружил в социальных сетях. И вот все эти карточки, то есть ладон, желательно, чтобы как можно больше. Ну, мы вот с мужем сегодня будем играть с Ваней. Вот эти вот все чувства проговаривать с ребенком, чтобы он понимал, насколько это хорошо, плохо, естественно. Но здесь еще целая книжка вот эта вот с пояснениями прилагается. Я ее еще пока что не читала. Здесь что-то очень много нужно вырезать. Но мне кажется, мы уже в том возрасте, когда мы, в принципе, и сами можем все эти чувства обозначить. А, вот, видите, здесь бабушка рассказала о свете, о дальних странах. Ей было, и вот нужно дополнить, то есть найти вот эту вот картинку. Бабушка рассказала о дальних странах. И что было вот там, допустим, ей интересно, да. В общем, у нас утро, 3 октября. Иду на работу. И решила поделиться немного с вами своими мыслями. Потому что иду и понимаю, что счастливее меня, наверное, сейчас, в данный момент мало кто есть. Потому что я иду на работу. И я счастлива от того, что я иду на работу. Почему? Потому что, когда мы приехали, заболел не только Ваня, но еще и мама моя. В общем-то, у нее тоже кашель. И сестра моя, она вообще болеет уже очень давно. Поэтому мы с Ваней на домашнем режиме. Ну, вот так вот, чисто в магазин выйти, недалеко куда-то. И дома, пока окончательно у него не пройдут все симптомы. Вот. И, соответственно, как бы, муж тоже на работе. И я просто даже не могу выйти из дома. Не садить ни туда, ни сюда. И для меня это очень тяжело переносить вот эту вот замкнутость в помещение. Я люблю, конечно же, свой дом. Но сидеть постоянно вот дома... Я деятельный человек. Мне надо что-то делать. Понятно, что дома там убираешься. В общем, за это время привела квартиру всю в идеальное состояние. А больше делать нечего. Некуда сидеть. И вот, в общем, я просто задумалась в том плане, что некоторые мне тоже написали... Смотрите, как у нас бульвар сделали. Красота такая. Посадили очень много вот этих вот растений. Не знаю, приживутся, не приживутся. Сегодня вообще чудеснейшая погода. Вот сера, но такой воздух насыщенный. Насыщенный, чистый воздух. Приятно им очень дышать. Сделали ведь вот эти обратки. Ну, ладно. Я, в общем-то, про то, что нам всегда хочется то... Я вот задумалась об этом. Чего у нас нет? То есть я всегда думала, что я очень сильно хочу жить в теплом климате. То есть мне было бы идеально, если бы там я жила, и там постоянно, допустим, было бы, ну, 30, да, 28. Не было бы зимы, не было бы осени. Было бы всегда тепло и красота. А недавно мне написала моя зрительница, не буду говорить, кто, что у них вот сейчас, допустим, постоянно 35 градусов жары, и на ближайшее там время тоже это точно такая же температура. Я задумалась, что я, наверное, бы не смогла. Вот я сейчас иду, там, допустим, я тепло одета, и я кайфую вот от той погоды, которая сейчас вокруг. Ну, то есть пока нет дождя, конечно. Вот. Но и дождь, и снег, все хорошо в меру. Все-таки это наш климат. Я прожила очень много времени в этом климате. Я так подумала, вот многие на зимовку уезжают в Таиланд, там тепло. Наверное, я бы не смогла. Мне кажется, через месяц уже, ну, может быть, через два, такая погода надоедает, и хочется вот той обычной погоды, которая у нас, нас окружает постоянно. Ну, то есть вот, то, что свойственно нашему климату. Многие перебираются жить там. Ну, ладно, в Крым, допустим, я думаю, что там несущественно меняются условия, там теплее, но там все равно зимой бывает. И дождь, но и более-менее прохладно, понятно, что морозов нет. Ну, в общем, все хорошо в меру. Все хорошо в меру, и я думаю, что, в принципе, нужно и одно, и второе, и третье. А другой человек мне написал, что мечтал бы отметить Новый год в Москве, что как бы это было бы здорово. А мы здесь живем, мы этого не замечаем. Понимаете, вот это вот ежедневно, то, что мы имеем, то, что вот на сколько это здорово, то, что вот это вот есть, и то, что нас окружает, а мы просто этого не видим. И начинаешь это ценить, когда куда-нибудь попадешь в больницу, когда изменяются твои обстоятельства, там, допустим, ты не можешь выйти из дома, либо еще что-то. В общем, как в той присказке, когда мужик жаловался, что у него дома много детей, мало очень места, и он пришел к психологу, говорит, доктор, ну сделайте что-нибудь, не могу. А ему, говорит, ты козла заведи. Он говорит, ну у меня и так места нет, куда мне еще козла, но я думаю, что все это знают. Ты, говорит, заведи. Он завел, через некоторое время приходит, говорит, ну не могу, зачем вы мне посоветовали, с козлом еще хуже. А ты, его убери, убрал козла. Счастливый! Вроде бы ничего не изменилось, все то же самое. А оказывается, та ситуация, в которой он жила, была в принципе неплохо. В общем, все это я к чему, что на этом я буду заканчивать наш влог. Вам, как всегда, здоровья, удачи, отличного настроения, и обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok